1 августа исполнилось 5 лет с момента принятия на территории края так называемого детского закона. Инициатором его в 2008 выступил губернатор Александр Ткачев. Высокий уровень подростковой преступности, огромное количество безнадзорных детей в крае. Все это заставило задуматься взрослых на самом высоком уровне. Ситуацию нужно было менять в корне. И изменили, объявив, что отныне на Кубани родители должны нести ответственность перед законом за то, где их дети находятся после 22 часов. А владельцы магазинов за продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет будут теперь платить внушительные штрафы. Закон восприняли неоднозначно. Но уже через год абсолютное большинство жителей края согласились с тем, что в 22 детям пора домой. А на побережье усвоили, что на Кубани чужих детей не бывает. Впрочем, с этим согласилась вся страна. И через год закон был принят уже на федеральном уровне. Мы поинтересовались у известных кубанцев, тех, кто пять лет назад принимал участие в обсуждении законопроекта, что думают они сегодня о детском законе. «Знаете, вот песню мы поем, ой ты Галю, Галя молодая. Да, подманули Галю, забрали с собой казаки и увезли ее. И песня, кстати, кончается. А кто дочек мая, то темные ночи гулять не пускает. Детей сегодня надо ограждать. Столько на улице искушений, когда дети, подростки, да, уходят, так сказать, возвращаются поздно. Ну, даже, знаете, иногда страшно предположить, что с ними будет. Я так знаю, там нет внука дома, уже беспокоюсь, а кто там чего-то. Сейчас все может быть. Я думаю, что закон повлиял и на психологию, и на психологию детей, и на психологию родителей. Поэтому уже воспринимается как нормально, что до 10 часов должен быть контроль. Это делается не из каких-то, так сказать, побуждений таких негативных. Только с одной, я считаю, очень благим намерением. Уберечь детей, так сказать, от всяких бед и напастей. У меня трое детей, значит, и я, как родитель, как бы тоже для себя сделал выводы. Я понял, что действительно появилась какая-то защищенность от хулиганства, от просто-напросто безответственности со стороны других, в том числе и родителей. Я считаю, что одним из главных достижений закона стало возвращение чувства ответственности. Очень часто отмечалось, что наш регион первый был. Представьте, если бы никто не сделал этот шаг. Мы так бы стояли на опушке леса и боялись в этот лес зайти, потому что там могли бы нас побить. Там могли бы быть вот эти вот... все дозволенность, беспредел, к которому наше общество постепенно-постепенно могло бы прийти. В первую очередь закон рассчитан не на детей, а на взрослых, которые не понимают, что они должны заниматься детьми своими, а не дети должны сами развлекаться. Сейчас действительно стало спокойнее на улицах ходить после 10. Ну, реально, это правда, все это прекрасно понимают. И больше внимания со стороны представителей закона к вечерним прогулкам. То, что другие регионы подхватили, и то, что на федеральном уровне он принят, это говорит, что край сделал правильно. То, что мы первые, ну, мы всегда первые. Теперь можно увидеть, что не только родители несут ответственность за своих чат правильно, а также несут и предприниматели, реализаторы за то, что они могут там продать алкогольные напитки или табак нашему подрастающему поколению. Именно в тот момент, когда мы боремся за здоровый образ жизни. Своё отношение к тому, как повлиял детский закон на ситуацию в крае, высказал и губернатор края Александр Скачёв. Александр Николаевич, пять лет детскому закону, вы были его инициатором и очень активно его продвигали. Что за эти пять лет изменилось, и довольны ли вы тем результатом, который достигнут? Знаете, я очень хорошо помню, как пять лет назад нам пришлось столкнуться с волной критики. Я бы сказал, негодование. В чем нас только не обвиняли, что мы нарушаем Конституцию страны, ущемляем права детей, родителей. Туристы, которые приезжали к нам на отдых, на курорты, вообще говорили, что на кумане введен комбинатский час. Но мы и это преодолели. И, признаться, я ни разу не пожалел об этом, что настояли тогда, и мы приняли этот закон. Поверьте, это была не прихоть. Мы реально теряли детей. Они по ночам слонялись по улицам, сидели в подъездах, попадали в дурные, страшные истории. Совершалось огромное количество преступлений против детей. Да и подростковая преступность, в общем-то, была очень высокая. Нужны были срочные меры. И, по сути, этот закон встал на защиту детства. И уже спустя год, как вы знаете, он стал федеральным. Пять лет – это, в общем-то, достаточный срок для того, чтобы к закону, как говорится, привыкли, научились его исполнять. И все же его приходится каждый день подталкивать. Почему? Вы правы. И пять лет назад, когда мы были первопроходцами, только начинали, нам было, конечно, непросто. Непросто и сейчас. Почему? Потому что этот закон, образно говоря, не карательный, а воспитательный. Для того, чтобы поменять отношение людей к этому закону, нужны не только штрафы, наказания, хотя, конечно, это тоже необходимо. А другие рычаги, такие как общественный контроль, общественное порицание. Все пять лет мы реализуем закон, я бы сказал так, в ручном режиме. И каждый день ночные рейды выходят и полиция, и казаки, учителя, социальные работники, родители. И для того, чтобы еще раз, еще раз проверить и объяснить, после 22 часов на улицах детям делать нечего. Это опасно. И так будет до тех пор, пока это не станет правилом в нашем крае, таким же, как переходить дорогу на зеленый свет. Участники ночных рейдов по детскому закону и в крупных городах, и в станицах быть менее бдительнее в дни юбилея не собираются. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова